Всем привет! Меня зовут Арига Чю! И вы на канале Арига Чю Варуда. И вот спустя полтора месяца, если не больше, я наконец-то снимаю распаковку своей посылки с Таобао вещей в стиле Дирай Тей. И давайте начнем по порядку. Ух, я сейчас все целую тут. Этот заказ у меня получился репличный, да, так как сейчас взять какую-то реплику с Таобао легче, чем заказывать из Японии через 10 посредников с возможностью оплатить хотя бы заказ. А ведь весной еще я говорила, нет реплики это плохо, и вот я здесь, как говорится, не зарекайся. Я набрала просто, наверное, самые актуальные модели, которые вообще есть, самые не хайповые, как самые баянные, наверное, так можно сказать. Ну а что поделать мне хотелось? И начнем вот с этого теплого мягкого свитерочка от Лис Лиза. Это реплика, никаких здесь бирок не было, вообще ничего, ни размера, ничего, но это вансайз. Но все-таки мне сдается, что тут немножко пожалели ткани, потому что, ну, оно при всем желании, ну, не будет висеть так, как у оригинальной фотографии Лис Лиза. У меня так вообще-то поршится не очень красиво, но что поделать. А, конечно же, здесь все синтетика, ничего натурального. Он не слишком уж и мягкий на ощупь, приятный такой, чуть-чуть колючий. Есть такие, знаете, махрушки, они прям мягкие, гладкие, это не то. А банк отстегивается, он на булавке, сама брошка красивая, кружево тоже симпатичное, мне нравится. Застегивается сзади на такую вот жемчужинку, достаточно тяжело это сделать для меня, но возможно. Сам по себе он очень красивый, мне нравятся пархотные пуговицы, классные. Пришиты, кстати, неплохо. То есть, знаете, когда вещь недорогая, обычно пуговицы пришиты кое-как, они болтаются и выглядят не очень красиво. А здесь все хорошо пришито, но да, не Лис Лиза, не Лис Лиза. В целом я, конечно, буду выносить, но, наверное, оригинальный тоже бы захотелось. Ставлю, наверное, пятибайную, если шкалу, то ставлю 4. На все вещи будут ссылки в инфобоксе под видео, в описании, заходите. Я покупала через посредника Юбай, и там платья-то была через Киви кошелек, какую-то там комиссию Киви, потом еще курс, потом еще процент посредника. Вышло недешево, сразу говорю. Если вы ищете самый дешевый способ, Юбай вам не подойдет. Если вы вы ищете такой спокойный, готовый переплатить, но чтобы все было тихо, мирно, спокойно, то и не общаться с людьми, то это ваш вариант. Зарегистрировались, денег себе закинули, заказали, там вещи приходят, к ним на склад собираются, вводите адрес, рассчитывайте доставку, платите доставку, и они вам отправляют. Трек не сразу отслеживается, иногда он еще поменяться успевает, поэтому придется ждать, придется запастись терпением и ждать. Но в целом не дошло за месяц, момента отправки заказа, что там собиралось до этого пару недель, поэтому это все не быстро. Но доставка месяца в Таубау это очень быстро, я бы сказала, особенно сейчас. Доставка была курьерской службой прямо на дом, но моего населенного пункта, я жила в Подмосковье, не было, и я заказала на дом родителей. Да, это так. Потом уже забрала, но все равно мне понравился сервис, я буду еще заказывать. Давайте перейдем к следующему свитеру, тоже от Лиз Лиза. Это еще одна супер мега популярная модель, и этот цвет мне уже понравился больше. Он уже и по размеру такой нормальный, и рукав у него подлиннее, оверсайз такой, и все очень здорово сделано. Он еще мягче, более тонкий может быть, очень приятный. Вот он одно удовольствие. Фурнитура тоже вся хорошая, красивая, все на месте. И я уже сделала затяжку. Ну ладно, не страшно. Мне очень нравится, что тут подол фигурно-вырезом очень красиво. Единственное только то, что он иногда хочет обратно на плечи залезть, но это вся проблема вот таких вот кофточек, то что пока ты делаешь вот так вот плечами, то оно с плеч поднимается. Нужно поправлять. Кружево тоже очень симпатичное в виде сердечек. Посмотрите, прелесть. Мне нравится в этой модели и подход к деталям, и то, как все использовано. Здесь тоже такая сетчатая лента из этого бантики. Очень красиво, и цвет мне нравится. Я долго выбирала какой цвет. Хотела черный еще, может быть, но взяла такой лиловый. Очень красиво. И третья моя реплика от Лиз Лиза, это вот такое платье-толстовка. Это, наверное, самая удобная диро вещь, что у меня есть, потому что надел, подпоясал ремнем, который идет в комплекте, если хочешь, и идешь куда хочешь. Она с капюшоном, она черная, ни к чему не обязывает. Можно надеться с чем угодно. Тоже бант отстегивается, он тоже на булавке. Тут все вышито. Это не рисунок, это вышито золотыми нитками. Здесь тоже симпатичное кружево, здесь тоже сердечки. Ух ты, какая прелесть. Никаких бирок не было, просто была такая маленькая бирочка с размером, просто с буквой размера и все. Больше ни состава, ничего не было. Это, ну, обычная ткань для свитшотов, для толстовок. Но внутри она так катышками не скатывается, если что. Тут такая она более какая-то прикольная. Прикольная. Сшито хорошо, я вот в ней больше всего гоняю, потому что реально, если нет настроения, нет сил, надел и пошел. Модель от Secret Honey. И тут были бирки внутри и на шортах, и на самом мини-платье. Secret Honey, все такое. Это вансайз, у него нельзя было выбрать размер. Очень красивая, теплая. Мне очень нравится здесь и кружево, еще идет тонкая ткань. Сам материал очень плотный, как будто бы, не знаю, хороший состав, мне кажется, именно у этого костюма. Кружево тоже симпатичное. Бантик отдельно на крокодильчике. Здесь еще крест, вот такая штучка. Очень классная. И шорты просто обычные, не рюш, на них ничего нет. Ни молнии, ни застежек, они просто на резинке. Это для меня не очень хорошо, потому что у меня бедра достаточно широкие, а талия все-таки ничего так еще. Поэтому очень сложно пролезть в них в бедрах, а дальше уже в талии свободненько. Ну, в Японии с этим проблем нет, поэтому я понимаю и не возникаю. В этом костюме я уже ходила на Мид Дирайны и снимала видео. Дирайны Мид, ага. Джей Сайф Мид Замка, снимала видео и очень мне он нравится. Собираюсь в нем ходить очень часто. В нем прям материал не такой, как в большинстве Дирай одежды. Здесь прям что-то такое, как будто немножко шерсти есть, как будто бы. Вот так. Из всего заказа у меня было только два аксессуара, это две сумки. Это реплики на Maison de Fleur. Вот такая маленькая, она на кнопке, там есть кармашек, и брелочек в виде медведя шел в наборе. Есть короткие ручки, есть длинные. Она шла отдельно, внутри в отдельном пакетике. В принципе, было очень похоже, что это на настоящее. По качеству от настоящего не отличить. Были и оба ценника настоящие, и внутри там все бирки повторяются. Я даже не знаю, если бы мне дали сказать, что это купили в магазине Maison de Fleur, я бы поверила. Но правда в самом магазине тебе еще упаковывают там красиво в мешочек, в пакетик. Этого не было. Но вот сама сумка как будто бы, ну не знаю. Многие говорят, что это с фабрикой контрафакт может быть. Я готова это поверить. Качество один в один. В общем, эта мини-сумка просто чудесная. Я ее обожаю. Я ее уже ношу куда угодно, куда только могу с ней пойти. Очень классно. Мне нравится, что здесь все-таки кнопка, и она не совсем шоппер открытый. Очень удобно, очень красиво. Ко всему подходят. Такая утеплите. Единственное, что брелок здесь, ну вот все, и он у тебя вот так будет висеть. Мне не нравится. Надо его как-то перевесить вот сюда, может быть. Потому вот на кольцо, потому что вот это вот не нравится. Вторая сумка, это уже огромный шоппер от Maison de Fleur. Широкий достаточно, и очень красивый. Это сочетание серого с такими бордовыми кофейными бантиками. Вообще восторг. Это вышито, это все очень аккуратно пришито, не только по центру, но и за сами бантики. Очень качественно. Кнопок здесь уже никаких нет, но есть кармашек, и внутри тоже все бирки были на месте. И подкладка, заметьте, она под цвет узоров. То есть не знаю, есть ли такое внимание к деталям в репликах. Наверное есть, но хочется даже поверить то, что это действительно что-то, не знаю, завода. Например, если я пойду в Японию, то ничего из реплик я брать с собой не буду. Но сейчас, пока я в России вряд ли скоро пойду в Японию, то поношу это, что уж поделать. Живем сейчас, живу настоящим. И сейчас придем к третьему дирайному бренду, у которого я сделала заказ на Taobao. Я сделала реплики на этот бренд. На всех вещах не было ни бирок никаких, поэтому это реплики. Возможно очень похожие, возможно нет. Потому что этим брендом я не сильно увлекаюсь. Это бренд Radita. Давайте начнем с этой трендовой блузы. Она, мне кажется, есть у каждой дирай. Это такой милый ошейничек с сердечком. Сзади застегивается на кнопку. Как вы видите, здесь ничего. А тут это не рубашка, она не расстегивается. Это обманка. То есть это просто такая кофта-блуза, которая надевается через голову. И застегивается здесь на такую пуговичку. Ткань такая же, как у всех дирайных блуз. То есть вот этот стопроцентный полиэстер. Гладкий, не пропускающий воздух и так далее. Но мне в принципе дискомфорта не доставляет. Кружево так себе, не очень дорогое. Но с этим брендом оригинальным я не знакома, поэтому не могу сказать, они используют такое же или нет. Но выглядит оно попроще, чем на репликах у Лиз Лизы. Но возможно у самого бренда это попроще. Все-таки Лиз Лиз держит свой уровень. Сама блуза мне очень нравится. Она красивая, удобная, класс. И дальше перейдем к юбке. Тоже бренд Эрдита. Она сделана из какого-то очень плотного материала, почти не сгибающегося. И лежит очень красиво. Здесь такие защипы, можно сказать, сделаны. Застекивается липка на молнию сзади. И здесь она не тянется. То есть здесь нет резинки в шите, как у Лизы, например, и так далее. Не знаю, это изначально ткань такая или это было еще пришито сверху. Но здесь еще идет такое тонкое шитье с рисунком. Очень красиво выглядит на самом деле. Пряжки тоже прям дорого-богато. Все очень здорово. Золотое. Поэтому серебряная фурнитура особо к этим вещам не подойдет. Нужно золотое использовать. Здесь небольшие баланчики. Есть подкладка. Никаких вшитых шорт, конечно же, нет. Просто подкладка есть. Уже здорово. И она коротенькая. Прям совсем. Например, если с вами с моей старой дырой юбкой, то она не по разу короче. И последнее это платье, которое сейчас на мне. Это тоже Родзита. Одна из очень популярных моделей, насколько я помню. Я взяла именно в таком цвете. Бейс. Отдельный шла вот этот вот бантичек. Он отдельно. Он не на платье. Он снимается. Можно без него. Можно с ним. И так далее. И вот такой дизайн. Рукавчики здесь кружевные. И ничего больше нет. Так что хороший летний вариант. Само платье длинное. Намного короче, чем юбка будет. Примерно как как раз вот та старая дыройная юбка. Здесь тоже обманка. Ничего этого не расстегивается. На спине большая-большая молния. И тоже застегивается на кнопку. И на пуговичку. Воротник. Материал какой-то более плотный, чем у блузок. Тоже, я думаю, полиэстер. Но при этом он еще и тянется как будто бы немножко. Я показала, что он неплохо так тянется. Не знаю. Но ощущение приятное. Но воздух пропускать тоже не будет. Но здесь хотя бы у нас рукава спасают. Они будут полностью все пропускать. Напоминаю, что ссылки на все вещи будут в описании под видео. Надеюсь, что там ничего не закончилось. И я могу все ссылки вам предоставить. Также еще я с заказом брала себе, раз уж я не могу побывать на концертах, я взяла себе мерч от Кандяни Эльто свежий. Но это уже никому не интересно. Поэтому просто знаете, что посылка была еще потяжелее. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам оно было интересно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Но скажу сразу, не задавайте мне вопросы про других посредников. Я не знаю. Пользовалась Юбай, могу только про него что-то сказать. Всем большое спасибо и пока!